Итак, человек с тикнеймом Курт. Спасибо большое за вот такой донат, я вам его проще просто включу даже. Ну чё, давай попробуем, попытаемся. Итак, короче, значит, самая первая, самая базовая, невероятная база. И, типа, есть же чуваки, которые в супер-каком-то мелкошкольном возрасте вообще в принципе, типа, общаются, допустим, с какими-нибудь своими корешами в школе, типа, чувачками, и не совсем понимают, как в принципе себя, типа, вести, ну, с противоположным полом, короче говоря. Главный прикол в том, что нужно представить, будто бы они тоже люди, короче. Ну, типа, точно так же общаешься просто как с, не знаю, как с человеком, о котором тебе интересно узнать. То есть ты не должен воспринимать как, блядь, божественное существо, которое, возможно, может подарить мне ёблю, типа, я не знаю, или ещё что-то. Потому что это чувствуется, это всегда тупо и всегда отторгает. Нужно, типа, как будто, ну, важно, чтобы, короче, человек тоже был интересный. То есть нужно, во-первых, просто как будто пытаешься подружиться, прежде всего, пообщаться, типа, и понять, есть ли какие-то общие интересы, вообще, темы и так далее. Значит, ну, это, типа, ранние какие-то этапы. Что на ранних вообще самых этапах важным? Ну, про своё раннее время я могу сказать так. Самое клёвое, что я понял, довольно в раннем возрасте, во-первых, ревность говно, ревновать вообще, в принципе, не нужно, вообще похуй, типа. Чё ещё интересного? Не стоит, не стоит пытаться бороться за какую-то, короче, ну, я не знаю, допустим, вот есть чуваки, которые поставили себе какую-то шизоцель долбанутую, типа, что я хочу непременно быть вот именно вот с этой, блядь, вот, типа, девчонкой из, там, нашей школы или ещё откуда-то. И в итоге, ну, типа, несколько лет пиздострадаешь, всё как-то криво идёт, не продвигается ничего, ну, и всё, просто, то есть, очень много времени и нервов, сил, типа, уходит в, ну, ковыряние в жопе с человеком, с которым каких-то подвижек интересных нет. Соответственно, не стоит так делать, то есть, вообще, в принципе, ну, называется, не еби мёртвую лошадь, да, типа, то есть, не нужно пытаться мучиться долго, пытаясь, как-то, не знаю, настроить то, что изначально не идёт хорошо. То есть, лучше всё-таки, чтобы на ранних этапах уже не было никаких, там, не знаю, ссор, типа, или сильных противоречий, ну, вот такого дерьма всякого. Вот. Более поздно, когда уже, допустим, тебя волнует, что ты начинаешь, не знаю, ну, жить ли будешь ты с этим человеком, то есть, если у тебя планы, ну, например, уже есть какие-то отношения, отношения, и, типа, ты думаешь, будем ли мы жить вместе. Ну, я очень советую проверить на комфортность в быту совместном, то есть, типа, ну, мне кажется, вот это супер важно, и это легко проверить на ранних каких-то этапах, по сути, так, ненавязчиво. Типа, например, мне очень нравятся зашторенные шторы, темнота, подсветочки всякие, красный цвет, типа, хз. Мне нравится шум, есть люди, которые это вообще не могут терпеть, соответственно, то есть, я уже понимаю, что если я громкий шумный человек, и я люблю в этом что-то пошуметь на гитаре поиграть, значит, уже не подойдет девица, которая очень любит тишину, и ей она вот нужна. То есть, типа, ну, я в Инстаграме, например, видел забавный какой-то ролик, типа, каково это, что-то быть женой музыканта, это вот так. Типа, там какая-то женщина, она вроде как риэлтор, по происхождению русская, и у нее, типа, америкос муж, он, короче, там барабанит, что-то на гитаре играет, и она вроде как показывает, что вот она там так страдает, но в целом видно, что ей как бы это все... Ну, то есть, ты понял, вот, допустим, если ты долбанутый музыкант, ты все время то барабанишь, то что-то записываешь, то у тебя громкие какие-то звуки. Есть девицы, которым это все будет бесить, противно, она будет тебя пилить, перестань, не делай и так далее, и это суперхуево. Но это не все они такие, то есть, есть те, кому это все будет в прикол, в кайф, она будет, как бы, восхищенно, типа, как будто смотреть на тебя, как ты всем этим занимаешься, и хотеть как-то, не знаю, помочь, поучаствовать, типа, с тобой, то есть, допустим, что вот тебе покушать, типа, пока ты сидишь, сводишь там что-то крутое, поддерживать. То есть, ну, опять же, это зависит, типа, тоже от воспитания, психотипы, прочие херни. Ну, то есть, не всем это надо. Ну, все, Питер, попался, придет смотреть. Привет. Спасибо большое, Дед Мастурбек. Не виделись давно. С тобою, карифан. Я знаю, что ты живешь сейчас с женой. Ну вот. Дальше, что, вот любишь шутки про говно, значит, опять же, все, типа, пошути, на самом первом свидании пошути шутку про говно. Но если она не смеется, не надо, блядь, даже пытаться, даже если она очень красивая. Ну, ее нахуй. Все, это, ну, типа, может быть, две недели у вас продержится, если ты очень это любишь. Типа, и все. И нужно быть максимально честным и искренним на, вообще, на самых ранних этапах. То есть, типа, многие боятся отпугнуть тем, какой ты есть человек, допустим, девушку. То есть, ты боишься подойти к ней, проявить себя таким, какой ты есть, настоящий, и что она от этого уйдет. И это, ну, почему-то для многих очень нервная какая-то херня. Притом, что я тоже, типа, не то чтобы в ИРЛ когда-то постоянно знакомился. Я больше писал в личке, там, типа, ВКонтакте, в телеге, кого-то в группе какой-то нашел, где-то там пересеклись, типа, йоу, привет. Еще какая-то такая срань. Сейчас же очень удобно, что, ну, все, в интернетах как-то ищется, и очень часто бывает, что просто через какие-то тусовки, ну, если в музыке я там варишься, то все равно где-то когда-то с кем-то постоянно познакомишься. На этапе это что, женщина? Можно и так, можно и так. Так вот, я считаю, нужно не пытаться как можно лучше выглядеть на первом свидании. Хотя, опять же, блядь, это же тоже зависит от людей, это смотря, ну, короче. Главная база. Если ты садист, ищи себе мазохисты и наслаждайтесь друг другом. Если ты говно, найди себе капрофила. Понимаешь? Даже если ты говно, для тебя все равно, скорее всего, есть человек, который тебя полюбит. То есть главное, будь просто самим собой, потому что это более всего комфортно. Если ты подойдешь к какой-то девице, пошутишь шутку про говно, у нее будет лицо, как будто ты сам говно на тебя, отлично, это заебись. Это значит, что ты за 10 секунд проверил и понял, что тебе нахуй не нужна эта тёлка вообще в принципе в твоей жизни. Потому что это не твой человек, если ты, например, любишь такую хрень. Или наоборот. Задаешь, типа, тему, ну, например, тебе обязательно нужна какая-нибудь заинтересованная в литературе. Подходишь, что-нибудь душишь там про канта, про хуянта или еще про что-то. Я не знаю. И опять же, просто по реакции. То есть, типа, главное, чтобы тебе было, ну, чтобы не было хуевой реакции на твое естество. Я считаю вот так. Ну и, соответственно, при этом, это не значит, что нужно... Если ты по своей природе дурачок, значит, оставайся дурачком всю жизнь. Ну, нет, конечно. То есть, типа, есть что-то в тебе, что просто является частью твоей природы, и тебе вот без этого никак и никуда. Ну, или уже ты думаешь, что это твоя часть. Или ты не будешь это исправлять в любом случае. Вот ты уверен. Ну, то есть, даже если ты алкоголик, я не знаю, ну, например. Ну, хорошо, всё, я алкоголик, типа, допустим. Я не отказал. То, опять же, просто, типа, сразу объясняй, ну, не объясняй, а показывай полностью, вот, что ты за человек, что ты любишь, чем ты, как ты вообще живёшь. И всё. Я думаю, вот это важно делать. И проверять, чтобы вам одно и то же было комфортно в быту. Чтобы не было, что ты грязнуля, а она суперпедант, и она будет беситься из-за каждого фантика. Или ты, наоборот, любишь, чтобы вот это было обязательно чисто. Это моей вообще насрать. Ну, то есть, ну, вот это всё нужно тоже как-то стараться прочекивать, типа, ну, то есть смотреть, как, допустим, она живёт у себя там дома, типа, или... Ну, короче, как-то можно это всё проверять. И вся залупа. Но ещё это просто зависит, говорю реально, от психотипа просто человека. Типа кто-то допустим не знаю интроверт, но при этом такой вот какой-нибудь определённый такой интроверт, да, типа, которому тоже интроверт нужен, чтобы они вместе сидели, сочевали. А кто-то такой интроверт, которому нужен, типа, экстраверт. Ну, условно, я супер тупыми какими-то вот этими штуками объясняю, но суть в том, что тебе нужно разобраться, какой, как бы, тип людей это тот, ну, те женщины, с которыми тебе будет, как бы, хайфово. Вот эта херня, она как будто даже важнее внешности, ну, как мне кажется. Потому что, ну, типа, внешность тоже, конечно, штука важная, но при этом у меня достаточно, типа, широкий разброс того, что мне кажется, типа, вполне неплохой и приятной внешностью. Вот. Ну, я про себя, по крайней мере, могу сказать. Конечно, мне, типа, ну, чем лучше, тем приятнее. И так далее. Но в целом важнее, чтобы было по кайфу. То есть, чтобы тебе не ебли мозги постоянным, и чтобы ты не чувствовал себя, типа, просто долбоемом от того, что, не знаю, там, пальцем не так пошевелил, девица уже начинает, короче, там, блядь, хули ты дышишь так громко, бесишь, типа. Ну, то есть, бывает такое, что просто ну, типа, человека раздражает то, какое ты есть, естественно. Все, это, ну, это хуево. То есть, типа, нужно, чтобы, ну, короче, про принятие, понимаешь, чувак? Ты должен тоже, вот, самая тоже, вот, важная хуйня, не только тебе, ну, то есть, ты тоже должен принимать недостатки другого человека. Или то, что, ну, типа, то, что кто-то другой, тем более, может подумать, что недостатки. То есть, ну, например, есть вещи, на которые мне лично похуй, но при этом считается, что это, допустим, что-то не клевое. Ну, типа, в обществе считается, что не круто, если, типа, блядь, я не знаю, полноватая, допустим, девица или еще что-то. Типа, но, короче, есть чуваки, которым очень важно мнение других людей. Я считаю, это отстой. Мне вообще похуй. То есть, мне, типа, ну, важно то, что мне важно. Есть то, что меня раздражает, на что всем все равно. Например, не знаю, какая-то глупость. Например, выпирающие вены на ступнях. И когда человек при этом носит открытую обувь, типа, какие-нибудь туфли с каблуками, например, да. То есть, ну, просто какая-то такая хрень, которая по абсурдным причинам лично мне кажется некрасивой. Вот. А есть то, что по необъяснимым причинам лично мне всегда кажется прикольным. Просто какая-нибудь чушь. Вот. То есть, есть что-то, что ну, конечно, визуально прикалывает. Ну, плюс-минус это все как бы насрать. Типа. Как бы мозгоебущая суперкрасотка versus, типа, гигакрутая боевая подруга. Такая, я не знаю. Но при этом, еще раз, в этой боевой подруге тебе тоже нужно, ну, то есть, если у нее есть какая-нибудь тупая замашка что-то делать, да, важно принимать это. Важно, то есть, ты уважаешь право этого человека на некую свою шизу, да, типа, на некую, на какие-то свои долбоебические иногда поступки странные, на неидеальность его вообще в общем и целом. Будь то что-то визуальное или же в характере или в, не знаю, привычках, там, ну, то есть, какая-то такая срань. Ну, типа, грубо говоря, клевые отношения, которые я видел, по крайней мере. То есть, когда, ну, и в моей семье, понятно, типа, не у всех, там, бабушек, дедушек, пар, там, и так далее, типа, долгие, хорошие, крепкие, типа, прям, вот, образцовые отношения. Но я видел в своей, типа, в еще каких-то семьях, и чаще всего, как будто бы, то, что держится долго, держится вот на этом, на том, что вы взаимно забиваете хуй, и даже не то, что забиваете, вы, типа, спасибо большое, Сьюзананат, вы, как бы, любите друг друга вместе с говном совсем. То есть, вы понимаете каждый друг о друге, типа, ну, какие-то минусы, но, типа, принимаете их. Вот такая срань. Душня на стриме пришла. Да все, сейчас до душу уже, и хватит. Взаимно слушайте группу Виконт. Да даже не обязательно вы, блядь, взаимно слушаете одно и то же. Вы просто, типа, как будто с терпением, что ли, или с принятием относитесь к тому, что вы слушаете, скажем, разное, и просто как будто из уважения проявляется интерес к деятельностям друг друга, даже если у вас разные интересы, разная какая-то срань. То есть, знаешь, как, типа, тоже, что на день рождения, если у тебя есть какой-нибудь друг, дурачок, не знаю, там, играет в World of Tanks, да, типа, танкист, ты сам, может быть, танки не уважаешь, но на днюху ты ему подаришь, типа, футболку с танками, да, как будто, и даже немножко разберешься в теме, чтобы с пиздатым танком, чтобы с Кромвель, блядь, не знаю, потому что он о нем мечтает, типа, что-нибудь такое. Вот так же ты, как будто, сделаешь, вот, прикол в том, что не в подарках, типа, на день рождения, а в общем, вообще в твоем отношении к человеку, вот эта хуйня должна проявляться, что, типа, ты, как бы, понимаешь, что у тебя есть какое-то удовольствие от человека, какие-то плюсы, просто тебе, ты смотришь на него, тебе приятно, кайфово, спокойно, там, еще что-то, ну, на, допустим, девушку, и тебе не важно куча каких-то минусов, ей тоже вроде как не важно какие-то твои, типа, штуки, которые могут других людей раздражать, то есть, ну, например, понял, да, если вот я болтун, то есть мне обязательно нужна девица, которую не бесят болтуны, которым либо нравится послушать, либо которая тоже любит поболтать, чтобы было пиздато интересно, типа, то есть, такая срань, ну, типа, вот сидеть, просто подыскивать под свой кайф, как будто, и при этом чуть-чуть подстраиваться, то есть, невозможно найти прям абсолютно идеального человека, в принципе, ты не ищешь идеального, ты находишь более-менее подходящего, и вы вместе с ним подстраиваетесь и кайфуете, если оба человека понимают, что так надо, и, ну, видели примеры в своих семьях, где-то, либо еще там в фильмах хотя бы, как бы, примеры паттерна хороших отношений, у них это и так просто получается само собой интуитивно, они там в 16 лет познакомились и до старости прожили вместе счастливо, потому что они просто видели, как это происходит, типа, так, жена ведет себя плюс-минус так, муж плюс-минус так, при этом, еще раз, это не обязательно традиционный формат семей, то есть, так-сяк, похуй, можно на равноправичах, типа, супердолго тоже кайфовать жить, и так далее, можно на, вообще, типа, по каким-то адским, типа, патриархальным законам, которые тоже, ну, типа, есть прикольные примеры в некоторых странах, где люди, судя по всему, счастливы находиться в таком формате, вот, я не уверен, что хотел бы, но самое главное, не пытаться на оба члена усесться, так сказать, да, то есть, типа, что, типа, ну, как, наверное, бесят парни, которые хотят, чтобы девушка, допустим, и работала, и при этом все по дому делала, но точно так же бесят девушки, которые хотят, чтобы парень и был джентльменом, типа, и работал, и разделял обязанности, типа, допустим, какие-то поровну по дому, там, или еще какая-нибудь такая хуйня, ну, то есть, когда, главное, чтобы была справедливость, справедливость может быть равноправной, справедливость может быть и, когда, скажем, есть матриархат, патриархат, еще что-то, все что угодно, реально, любой расклад, при котором оба человека выгодная, справедливая, счастливая, это круто, если нет, то нет, ну, вот и вся история, все, база выдана, плотная, спасибо за донат, успехов, вам consх于, 我 betting一下, чтобы была свободна, ;; все冷я из воде, которые, достаточно,